МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Всем привет! На ваших телеэкранах программа «Колейдоскоп». И мы предлагаем потратить немного вашего драгоценного времени на обзор тех событий, которые показались нам интересными. Если походы в обычные рестораны и кафе вас утомили, и душа просит чего-то более неформального, спокойного и интересного, то мы советуем вам посетить антикафе «Биг Бен». Тем более, что там часто проходят интересные мероприятия и акции, в том числе и благотворительные. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе в бизнес-центре «Престиж» открывает перед своими посетителями массу возможностей. На протяжении всей недели здесь можно было не только интересно провести время с друзьями, но и помочь частному мини-приюту для тяжело больных кошек и кошек-инвалидов. И еще один шанс. Идея создания подобного приюта принадлежит хрупкой девушке Надежде и ее подруге. Они на сегодняшний день единственные в городе, кто помогает братьям нашим меньшим не просто найти приют, а выжить. Сбитые машины, там покалеченные людьми очень часто встречаются животные, которые никак не могут получить помощь, потому что люди не берут таких на передержку, очень большая ответственность, да, потому что животные пострадавшие, требуется медицинский уход, соответственно, какие-то частые поездки в клинику, какие-то, возможно, медицинские манипуляции можно проводить, нужно, точнее, необходимо проводить дома. Люди к этому не готовы. Поэтому мы решили, что пока что нет официального приюта у нас в городе, как-то вот выходить из ситуации и попробовали, рискнули, скажем так, была такая некая авантюра, создать нечто свое. Ну, в какой-то степени у нас получилось это. Антикафе «Биг Бен» сегодня украшено фотографиями питомцев мини-приюта, которые ищут своих хозяев. Если же вы пока не готовы взять на себя ответственность за маленькое обиженное жизнеживотное, то можете помочь финансово, просто посетив антикафе. Без 15% вырученных денег пойдет на поддержку приюта. Ну, а в «Биг Бене» вы всегда найдете себе занятие по душе. В основном ребята играют в Xbox, играют в Dendy, какие-то настольные игры. Те, которые постарше, могут работой заняться. Покупают абонементы, сидят в интернете, у нас с Wi-Fi свободный доступ. И также пользуются компьютерами с необходимым софтом, там также установлены игры. Можно просто посидеть, поболтать с друзьями, попить чай, кофе. Можно поиграть в кикер. У нас постоянно проводятся турниры по играм компьютерным, по Xbox. Можно прийти позаниматься в спортзале. Можно посмотреть кино, любое. Абсолютно у нас есть свой кинозал оборотный нападет. Благотворительная акция стартовала 14 апреля и должна была продолжаться в течение недели. Но руководство антикафе решило ее продлить. За это время, как раз с понедельника по пятницу, к нам пришло очень много посетителей, которые и просто жертвовали денег, часть из облаченных денег, которая шла в отчисление в приют. И настолько много желающих помочь кошкам, что мы решили продлить эту акцию до среды включительно. Так что спешите! Антикафе Биг Бен ждет своих посетителей, а подопечные мини-приюты еще один шанс. Благотворителей и хозяев. Признаемся, нас заинтересовала деятельность мини-приюта еще один шанс. Ведь сегодня далеко не каждый способен тратить собственные силы, деньги и время на помощь бездомным и больным животным. И мы решили поближе познакомиться с организаторами этого приюта, а также с их подопечными, которые мечтают о добром хозяине. В этом приюте обитают не совсем обычные жители. Сюда попадают кошки и коты, оказавшиеся на грани жизни и смерти. Спасти, подарить им ласку, внимание, дом – именно эти цели преследовали две хрупкие девушки, когда два года назад решили собственными силами и на собственные средства организовать мини-приют для тяжело больных кошек и кошек-инвалидов. Мы впервые столкнулись, будучи волонтерами, помогая бездомным животным, мы столкнулись с таким серьезным случаем. Котенок был с травмой позвоночника, у него были парализованы задние лапки. И в Рязани не нашлось, к сожалению, ни передержки, ни местечка, куда можно было бы его разместить. Пришлось отправлять его на лечение в Москву. То есть он там в течение года лечился, и очень это все было затратно, проблематично, очень сложно было курировать животное, находясь в другом городе. Поэтому мы решили, что можно попробовать что-то свое вот здесь сделать, именно в Рязани. Так и появился мини-приют и еще один шанс. Девушек не испугали ни сложности, ни финансовые проблемы, которые возникали и возникают постоянно. Ведь содержание таких кошек на порядок дороже, чем здоровых животных. Затраты на лекарства, операции, корм и, конечно же, аренду помещений иногда выливаются в нешуточные долги. Помогают неравнодушные люди. И все же лучшей наградой для Надежды и ее подруги Светланы становятся обретение их подопечными нового настоящего дома и добрых хозяев. Хозяев мы выбираем очень тщательно, потому что кошки уже много пережили, скажем так, да, в своей жизни. Многие пережили смерть хозяина, да, улицу какие-то, страшные вещи там, да, болезни сильные. Вот поэтому мы стараемся найти хозяина очень хорошего, чтобы как бы не было таких моментов, что вот взяли, вот поигрались, да, а потом мы решили, что нам не подходит, мы вам вернем назад. Конечно, забирают таких животных нечасто, особенно в нашем городе. Мало кто захочет взять себе кота с ампутированной лапкой или слепую кошку. Хотя эти животные безумно ласковые, благодарные их небольшие дефекты не доставят хозяевам больших проблем. Например, Степан прекрасно передвигается на трех лапках и может дать фору своим четвероногим друзьям. Да и слепая Ляля мало чем отличается от зрячих собратьев. Она отлично передвигается по квартире, то есть она знает, где лоток, она ни разу, нигде мимо лотка не сходила, она знает, где мисочка стоит, она запоминает, вот где расставлена мебель, она везде прыгает, везде лазит, замечательно ладит с другими кошками. Наверное, главное отличие этих кошек в том, что они безумно ласковые, и все же далеко не все из них обретут свой новый дом. К примеру, та же самая Тусенька, да, она уже очень старенькая кошечка. После онкологии она не совсем вот как бы нормально передвигается теперь, у нее такая вот лапочка не сгибается. Несмотря на то, что она очень вот ласковая, кошка и добрая, да, как бы на фотографии этого не передать, и старых животных все-таки очень-очень редко забирают. Эти кошки пережили в своей жизни многое. Кого-то сбила машина, над кем-то поиздевали жестокие люди, есть здесь кошки, в которых двуногие животные даже стреляли. Но благодаря таким людям, как Надежда, у них появился еще один шанс. Напомним, что в силах каждого из нас помочь приюту. Если вы хотите это сделать, то звоните по телефону, указанному на экране, или добавляйтесь в группу ВКонтакте, которая так и называется «Еще один шанс». Ну а теперь о культурных событиях. На этот раз нас заинтересовали совсем небольшие выставки, открывшиеся в учреждениях культуры, главными посетителями которых являются дети. 17 апреля во Дворце детского творчества открылась тематическая фотовыставка «Святая Русь», посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Два года назад состоялась у нас выставка-фотовыставка «Русь православная», она вызвала очень интересный отклик в городе, была хорошо воспринята как родителями, детьми. И в связи с тем, что этот год объявлен годом культуры, мы посчитали возможным повторить практически эту выставку, но уже с новыми участниками, с новыми фотографиями. И у нас родилась такая идея открыть такую выставку «Святая Русь». В холле Дворца можно увидеть авторские фотографии, семейные и коллективные фотоальбомы, выполнены учениками рязанских школ, которые передают красоту и величие архитектурного наследия России, особенности православного быта и культуры, национальный колорит и традиции. Вот эта фотография получилась летом, когда мы пошли в Кремль, там привезли, ну, в общем, большой деревянный ящик. Там долго его откровали, а когда откровали, там было, ну, по-моему, семь колоколов. Работы будут оцениваться компетентным жюри по номинациям «Храмы и соборы», «Православная жизнь», «Церковь и общество» по святым местам. Экспозиция открыта для свободного посещения до 15 мая. Творчество Валентины Чавкина известно многим рязанцам. Его работу мы привыкли видеть в музеях, художественных галереях, но на сей раз несколько его картин расположились в детской библиотеке на улице Гоголя. Небольшой зал вместил невероятное для его размеров количество гостей. Приглашенные школьники играли на музыкальных инструментах, читали стихи, а вдохновляли их на это картины Валентина Дмитриевича. Художник признается, что его страсть – портреты, но на этой выставке он представил несколько своих пейзажей. Без пейзажей тоже никуда. Он тоже нам помогает жить. Где-то, может быть, пейзаж помогает успокоить душу. А где-то он именно может взволновать и нацелить тебя на какой-то следующий шаг, путь. Для Валентины Чавкина эта выставка – еще один способ знакомства зрителей с его работами. Ну а для библиотеки филиала номер один централизованной детской библиотечной системы подобное мероприятие – прекрасная возможность привлечь новых читателей и заинтересовать детей творчеством наших земляков. Не стоит забывать, что скоро наступит лето, и пришла пора задуматься, готовы ли ваше тело к открытой одежде и пляжному сезону. Фитнес-центр «Мидея» совсем недавно открылся в нашем городе. И главным его отличием является то, что посещать его может только прекрасная половина человечества. Обо всех особенностях работы клуба расскажет Евгений Горбушкин. На лесах выходных и праздников И день и ночь сидит на одноклассниках И неустанно кликает мышка Чтоб поболтать с подружкой Добрый день, фитнес-центр «Мидея». Девушка, здравствуйте. Мне нужно срочно заняться фитнесом. Приезжайте в любое время. Мы в ваш доме, пожалуйста, на 27. Фитнес-клуб «Мидея» это женская территория. Как вы понимаете, основное отличие фитнес-клуба для женщин от обычного это отсутствие мужчин. Может быть, для многих дам отсутствие противоположного пола покажется безрадостной перспективой, но исследования ученых доказали, что эффективность тренировки женщины в присутствии сильного пола снижается вдвое. Наш фитнес-клуб – единственный клуб в Рязани, который работает только с женщинами. Отсутствие мужчин в нашем спортзале позволяет женщинам расслабиться и сосредоточиться только на работе с телом. Этот феномен объясняется тем, что многие женщины либо стесняются, либо постоянно думают о том, как они будут выглядеть со стороны, что отвлекает их от тренировок. Женский фитнес отличается от мужского тем, что работая над женским телом, необходимо грамотно совмещать пластику, гибкость и силу, и тогда каждая женщина будет выглядеть неповторимой. В итоге, если вы хотите иметь крепкие мышцы, подтянутые ягодицы, обрести красивое тело, если вы желаете удивлять окружающих отличной формой и ловить на себе восхищенные взгляды, тогда вам стоит заняться собой. Выбирайте лучший фитнес для женщин на улице Пожалуйстано, дом 27, фитнес-центре «Медея». Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе 20. Телефон 8 920 99 3 2 99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова